Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Алексеева. Министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщил на брифинге в правительстве региона, что в Ставропольском крае создан необходимый запас лекарственных препаратов по всем направлениям льготного обеспечения граждан. О том, как проходит мониторинг наличия препаратов, что нужно, чтобы получать социальную помощь, и в целом о стабильности обеспечения льготников, расскажет Ольга Листова, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края. Ольга Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина! Начнем с того, что мы поговорим о самих льготниках. Кто может претендовать на получение лекарств? Вы знаете, Кристина, раньше я на подобные вопросы всегда начинала отвечать с категории граждан, с инвалидов, неинвалидов. Сейчас я бы хотела немножко по-другому построить нашу беседу. Я бы хотела начать с детского населения. Прежде всего, я бы хотела сказать, что наши маленькие пациенты с самого рождения имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В случае, если ребенок от рождения до трех лет вдруг заболел, ему потребовалась лекарственная помощь, терапия, наши маленькие пациенты имеют право и получают льготные лекарственные препараты, которыми они обеспечиваются за счет средств бюджета Остропольского края. Кроме этого, в прошлом году, в 2021 году, даже уже в конце года, нами предоставлена такая мера поддержки, как обеспечение деток, страдающих с сахарным диабетом, с системами непрерывного мониторирования глюкозы. Это именно то, о чем просили законные представители детей, что помогает им справляться с уровнем глюкозы, с его измерением. Это действительно большая помощь, и за счет бюджета детки обеспечиваются, мы их коротко называем СНМГ. Кроме этого, наш край, так же, как и многие субъекты, получает лекарственную помощь по программе «Круг добра». То есть это фонд, который был организован президентом Российской Федерации. И «Круг добра», благодарительный фонд, поставляет Остропольский край дорогостоящие лекарственные препараты, в которых нуждаются наши маленькие пациенты, страдающие действительно тяжелыми, жизнеугрожающими, редкими заболеваниями. Это то, что мы получаем уже действительно в виде препаратов. Что касается в общем, кто имеет право на получение льготных лекарственных препаратов, перечень категории граждан очень широкий. Это прежде всего граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями. И здесь на самом деле неважно, человек с инвалидностью или без. Если у него сахарный диабет, онкологическая патология, если у него заболевания характеризуются расстройством психики, здесь пациент имеет право на получение лекарственных препаратов. Если он инвалид, это за счет средств федерального бюджета. Если он пациент без инвалидности, это средства регионального бюджета. Здесь есть одно но. Мы ограничены перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Что касается в целом обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, сюда я бы еще хотела отнести такие действительно серьезные заболевания, которые охватывают большое количество населения. Это гипертония. Здесь это люди не обязательно в возрасте. Это действительно и молодое поколение, и старшее. То есть все те, у кого уровень артериального давления превышает норму, и они нуждаются в лекарственной коррекции. И здесь за счет регионального бюджета мы также закупаем препараты, которые мы потом точно так же предоставляем по рецептам врача нашим пациентам. Еще, знаете, хотела бы отдельно остановиться на мере социальной поддержки, касающейся граждан с гепатитом С. Тут хотела бы отдельно сказать, что в прошлом году нам дополнительность бюджета края была выделена определенная финансовая помощь. Это 39 миллионов рублей, что позволило нам купить препараты без интерфероновой терапии для обеспечения, для лечения пациентов с гепатитом С. Вот таких мер, их на самом деле много. И опять-таки повторюсь, мы обеспечиваем и инвалидов, и неинвалидов. Что касается обеспечения лечебным питанием, это ведь тоже льгота. Мы обеспечиваем граждан и детей, и взрослых, которые страдают генетическим заболеванием феналкетонория. Поверьте, обеспечение лечебным питанием – это также серьезно, также необходимо нашим пациентам, как лекарственная терапия. Кроме этого, мы обеспечиваем деток в возрасте до года, которые нуждаются в искусственном скармливании, детским питанием. Если это дети с дефицитом массы тела, мы обеспечиваем их питанием до трех лет включительно. То есть это все то, на что имеют право люди бесплатно, льготно. А самое главное, чтобы были медицинские назначения, чтобы были показания к назначению этой терапии конкретной, и чтобы был выписан льготный рецепт для его бесплатного получения в аптеке. Вот, Ольга Леонидовна, мы с вами плавно подошли к вопросу о том, что нужно делать, чтобы получить эту социальную помощь. Потому что сегодня мы будем задавать те вопросы, которые действительно волнуют наших зрителей. С категориями, спасибо за подробный ответ, с категориями всё понятно. Вот что нужно сделать? Пойти поэтапно, пойти к врачу, получить, как вы сказали, направление. Что ещё нужно? Терапия должна быть назначена. Ни в коем случае это не самолечение. Это не реклама, это не газетные статьи. Однозначно препарат назначается по медицинским показаниям. Это важно. Итогом приёма у врача будет являться выписка льготного рецепта. То есть все врачи в поликлиниках, они знают льготные программы лекарственного обеспечения. Они понимают, подходит ли пациент под эту категорию. И то есть если пациент подходит под категорию льготного обеспечения, итогом приёма будет выдача льготного рецепта. С ним пациент должен обратиться в аптеку. По нашему краю в большинстве территорий это государственная аптечная сеть. То есть предъявив рецепт в аптечную сеть, пациент получает льготный препарат. Но может случиться так, что в данный момент препарата не будет в наличии. Потому что категория и количество пациентов, нуждающихся в льготной терапии, постоянно увеличивается. Потому что это и плановый медицинский осмотр, это диспансеризация, это в целом более ответственный подход населения к своему здоровью в последние годы. Мы это констатируем. И, соответственно, если вдруг окажется, что препарата в аптеке на момент обращения нет, в течение 10 дней препарат поступит в аптеку, и пациент будет уведомлен сотрудником аптечной организации и будет обеспечен льготным лекарственным препаратом. А лимитирована ли та сумма, на которую нуждающийся может получить лекарство? Зависит ли это от суммы самого лекарства? То есть какой-то есть порог? Или же вот сколько нужно, столько и выделят? Вы знаете, у всего есть границы, безусловно. Конечно, мы ограничены лимитом наших финансовых средств поступлений и федеральным бюджетом, и региональным бюджетом. Вот, чтобы вы понимали, Кристина, на одного гражданина с инвалидностью из федерального бюджета выделяется в месяц тысяча семь рублей. Это, если перемножить, в течение года порядком чуть-чуть более 12 тысяч. То есть эта сумма выделяется из федерального бюджета. Но понятно, что граждане с инвалидностью, они нуждаются не в одном препарате. Если они с инвалидностью, значит, у них ряд хронических заболеваний, требующих постоянного лечения, наблюдения и коррекции. Соответственно, мы обеспечиваем пациентов и по основному заболеванию, и по сопутствующим, не одним препаратам. Это может быть и 3, и 4, и 7, и более препаратов. То есть если пациент нуждается, конечно, мы закупаем и обеспечиваем. Но, что касается регионального бюджета, здесь у нас несколько направлений. Например, если это касается сахарного диабета, то средний норматив в год составляет 6100 рублей. Если мы говорим, например, об обеспечении детей до 3 лет, то это порядка 1500 рублей в год на одного ребенка. Но мы всегда понимаем и стараемся обеспечить пациентов по мере их нуждаемости. Потому что 1000 рублей или 1500 – это действительно небольшая сумма. Конечно, препараты стоят гораздо дороже. И мы закупаем, мы обеспечиваем на сумму, которая превышает этот лимит, потому что пациент нуждается. За счет чего удается сделать такой шаг действительно на пользу нашему населению? Дело в том, что если, например, сравнить закупки, проводимые министерством, и если человек сам обратится в аптеку, это будут разные препараты и разная их стоимость. Потому что аптечная организация – это розница. Да, пациент может прийти, выбрать препарат, который ему нравится, или которому он привык, конкретно в торговом наименовании. Министерство закупает в рамках действующего вещества. И мы закупаем для всего населения края. Мы закупаем не 10 упаковок, даже не 100 и не 1000. Мы закупаем десятками тысяч упаковок необходимые препараты. И, соответственно, при таких объемных закупках, во-первых, это оптовые организации, также заводы-изготовители имеют право принимать участие в аукционах. То есть, конечно, порядок цен и их уровень в разы ниже при таких значительных объемах, если это сравнивать с розничной аптечной сетью. Тут я бы хотела, знаете, обратить внимание на то, что мы закупаем в рамках действующего вещества. То есть пациент, он должен получить терапию действующим веществом, не конкретным названием. То есть он должен получить терапию, иметь эффект от ее получения нужный, то есть тот, на который рассчитывает врач. И, соответственно, мы закупаем в действующих веществах и точно так же обеспечиваем пациентов. И зачастую к нам поступают вопросы от пациентов, что они хотели бы конкретно торговое наименование, почему-то обязательно импортное. Вот зачастую очень много вопросов с этим связано. Вот так слово о следующем моем вопросе, вот мы прямо с вами плавно перетекаем, о том, что действительно врач выписывает какой-то препарат, мы знаем его торговое название, а потом появляются вопросы. А вот мне почему, наверное, отечественный аналог, который подешевле предоставили, а дело все-таки в действующем веществе? Это так? Безусловно. Мы же принимаем препараты, мы принимаем конкретную таблетку, капсулу, раствор. Вот какая разница, сколько он стоит? Нужен его эффект. Это важно. Чтобы купировать приступ, чтобы помочь сиюминутно. Не важно, сколько он стоит. И опять-таки, если говорить об отечественных и импортных, конечно, отечественные препараты дешевле, потому что их производство локализовано в Российской Федерации. Не требуется таможенных пошлин. Они не зависят от курса иностранной валюты. Это все то, что производится на территории нашей страны. Но они зарегистрированы, имеют сертификат соответствия. Их качество, их действие подтверждено документально. Соответственно, они имеют тот же терапевтический эффект, что и другие препараты с другими торговыми названиями. Понимаете? Поэтому здесь важно, чтобы пациенты понимали. Мы всегда работаем, объясняем и нас слышат, когда мы говорим о том, что важна терапия и ее результат, а не название на коробке. А могут ли льготные получатели отказаться от препаратов? Могут, но нежелательно. Потому что, когда пациенты отказываются от льготного получения, мы это называем набор социальных услуг. Туда входят не только лекарственные препараты, туда входят санторное курортное лечение, бесплатный проезд. Но пациенты зачастую отказываются от лекарственного обеспечения, сохраняя остальные льготы, в пользу денежной компенсации. То есть ежемесячно они получают ту самую тысячу рублей. То есть на эту тысячу они могут сходить в аптеку и что-то приобрести. Мы говорим о том, что необходимо в льготу возвращаться и ни в коем случае от нее не отказываться. Потому что по итогам месяца, и многие пациенты со мной согласятся, которые получают льготные препараты бесплатно, они согласятся, что в течение месяца они получают на гораздо большую сумму. Потому что невозможно лечить диабетика на тысячу рублей. Его терапия стоит 6-7 или даже 10 тысяч в месяц. И мы закупаем, обеспечиваем. И это гораздо больше, чем та тысяча, которую пациент получит на руки. Действительно, и подтверждение прошлого вашего ответа, что купить в розницу в аптеке не всегда возможно на эту тысячу рублей, а когда у вас в связи с какой-то экономией, с большими закупками, получается, что вы можете позволить себе больше. В целом, как за последние годы поменялась ситуация для нуждающихся в лекарственном обеспечении? И какие можно выделить особенности? Стала ли ситуация лучше? И что для вас, для министерства лучше? Знаете, лучше не для министерства. Мы же работаем в интересах пациентов. Поэтому тут я бы хотела сказать, что для пациентов стало лучше в плане мы можем купить больше количества препаратов. Нам выделяется финансирование. Разрабатываются, внедряются, реализуются федеральные программы. За последние годы уже внедрены и показали действительно свою эффективность ряд федеральных программ, таких как борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это федеральная программа, которая позволяет обеспечивать в течение двух лет пациентов бесплатно лекарственными препаратами в том случае, если пациенты принесли сосудистые катастрофы. Это инсульты, инфаркты, АКШ и так далее. То есть в течение двух лет мы обеспечиваем гражданам лекарственными препаратами бесплатно. Здесь только одно ограничение. Гражданин без группы инвалидности. То есть не доводить до инвалидизации, до ухудшения состояния, что приведет к инвалидизации. Именно для этого мы обеспечиваем препаратами И наши пациенты, вот за последний год, хочу сказать, мы обеспечили порядка 18 тысяч человек. Это действительно серьёзное количество. Это люди, которые вернутся в социум, которые не получат серьёзных нарушений, которые не получат инвалидности, которые действительно смогут в дальнейшем вести обученную жизнь, получая льготные препараты. Это программа, которая позволяет, оказывает нам помощь пациентам с палеотивным статусом. То есть пациенты, которые нуждаются в обезболивающей терапии, имеют право и получают препараты бесплатно. И это тоже федеральная программа, направленная на улучшение качества жизни пациентов, страдающих от боли. Тут я бы хотела тоже отметить такой нюанс. Мы закупаем как наркотические анальгетики, это федеральная программа. Но и за счёт бюджета края мы дополнительно для этих пациентов закупаем ненаркотические анальгетики. То есть мы закупаем ровно всё то, что необходимо нашим пациентам, чтобы снизить болевой синдром, чтобы улучшить качество их жизни, чтобы они не страдали и могли полноценно жить, не испытывая боли. То есть это только за последние годы. Плюс к этому постоянно из года в год по правительствам края нам увеличивается финансирование на реализацию мер социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями. Диабет, онкология, вирусные гепатиты, эпилепсия. То есть это именно та действительно большая группа пациентов, которые нуждаются в лекарственной терапии, в помощи. Это те препараты, которые самостоятельно не купить. Не потому что их нет, они есть, но они достаточно дорогостоящие. Кроме этого, в рамках этих мер соцподдержки мы закупаем лекарственные препараты, которые на территории нашей страны не зарегистрированы. Но по медицинским показаниям, по назначению федеральных клиник, многие пациенты в них нуждаются. И мы, как министерство, тоже организуем это обеспечение. Привозим препараты, обеспечиваем их. Особенно это касается пациентов с муковисцидозом и пациентов с эпилепсией, особенно детского населения. То есть здесь действительно серьезная работа проведена, чтобы позволить нам получить доступ к препаратам, не только которые на рынке Российской Федерации оборачиваются, но также те, которые реализуются за пределами нашей страны. Ну вот вы сейчас, Ольга Леонидовна, сказали о тех нозологиях, для которых чаще всего все-таки закупаются лекарственные препараты. Как вы сказали, о социально значимых заболеваниях. Если мы будем говорить о льготном обеспечении, то какие наиболее, здесь нельзя сказать популярные, потому что дело не в популярности, но какими заболеваниями чаще всего льготные получатели болеют? То есть в какую область больше всего лекарственных средств направляется у нас в крае? Вот какая статистика по заболеваниям? Ну вы понимаете, что не зря же не называться социально значимым. Именно потому что именно в этих заболеваниях действительно в регистре состоит большое количество пациентов. Это прежде всего сахарный диабет, это онкологическая патология, это гипертоническая болезнь, это эпилепсия и это болезнь Паркинсона. То есть вот здесь мы говорим о том, что наибольшее количество пациентов, ну можно перечень расширять, это ревматоидный артрит, это бронхиальная астма. То есть мы здесь действительно констатируем, видно в силу особенности нашего субъекта, да, такого богатого, цветущего пациента. Пациенты ежегодно с бронхиальной астма, к сожалению, пол этих пациентов увеличивается. И мы точно так же закупаем препараты. То есть это именно те назоологии, которые в нашем субъекте представлены наиболее многочисленно в виде пациентов. То есть это все то, что выделено в отдельную статью в бюджете, в отдельный регистр пациентов, в наблюдении отдельными врачами. То есть это диспансеры, это узкие специалисты, которые ведут, наблюдают регулярно пациентов, назначают терапию, корректируют ее или увеличивают, уменьшают. То есть полностью ведут, наблюдают пациентов. Если мы говорим в целом о региональном обеспечении, то у нас есть мера поддержки, которая отражена в постановлении 890. Там достаточно многочисленная категория пациентов, так и называется, категория граждан. Там и заболевания органов зрения, катаракта глаукома. Там и возможность получения граждан с инвалидностью лекарственных препаратов, которые не включены в ЖНВЛП, но пациенты в них нуждаются. То есть это действительно такой, знаете, объемный блок обеспечения, который позволяет нам организовать, помочь, купить и обеспечить лекарственными препаратами максимально полно всех нуждающихся. То есть не только основное заболевание, сопутствующие патологии, выявленные в процессе обследования, какие-то иные заболевания. То есть все то, что позволит пациенту справиться с болезнью и снова, знаете, как-то войти в строй, может быть, как-то вернуться в социум. Социум – это то, что позволит человеку выйти из дома, дойти в магазин, к друзьям, к родне. То есть то, что сделает его жизнь с терапией лучше. То есть чтобы он о своей болезни, если и не забыл окончательно, то хотя бы терапия помогла с ней справиться. Вот переходя к следующему вопросу, мы знаем, что в Крае постоянно, регулярно ведется мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптеках. Как этот мониторинг ввелся в 2022 году? Может быть, какие-то есть отличительные особенности? Я вам скажу больше. Мы ведем мониторинг не только в аптеках, но и в стационарных учреждениях. Раз мы начали с аптек, мониторинг ведется не только нами, он ведется в Федеральной службе, Росздравнадзор. И мы отслеживаем наиболее востребованные препараты, которые могут войти в дефектуры. Обычно это сезонные препараты. То есть наступает сезон гриппа, уходят противовирусные препараты. Наступает летний сезон, уходят препараты для лечения органов ЖКТ. То есть эти препараты мы мониторируем. У нас есть программа, называется МПРО «Фармрынок». Мы смотрим о наличии препаратов в оптовом звене. Кроме того, мы в постоянном контакте. Большое спасибо крупным аптечным сетям нашего края. Они в свое время предоставляют информацию не только о наличии. Они предоставляют информацию о аналоговой замене, информацию о поступлении препаратов в край, о сроках, о количестве препаратов. То есть здесь у нас, знаете, такое обоюдное сотрудничество, потому что пациенты, к сожалению, покупают лекарственные препараты, вот больше из самолечения, как-то по велению сердца и так далее, безусловно. Никто не идет к врачу, не выписывает рецепт. А ведь нужно понимать, что большинство препаратов рецепторные. Если мы говорим не о витаминах, а об антибиотиках, о противовирусных, это рецепторная группа. Ее мало того, что нельзя без препарата реализовывать из аптеки, ее нельзя без препарата, без рецепта реализовывать из аптеки, ее нельзя самостоятельно применять без медицинских показаний, потому что врач знает пациента, врач знает сопутствующие заболевания, знает анамнез, знает все те тонкости и особенности, которые позволят сделать назначение правильно, а не просто так пить, потому что все так делают. Поэтому здесь мы, когда начинают препараты, жаловаться на то, что препараты пропали. Они не пропали, просто нужно рецепт, чтобы купить тот же антибиотик. И зачастую, когда мы слышим обращение, что в аптеке нет, в аптеке есть, но рецепта нет, и это важно. Это действительно важный нюанс, и тут нужно пациентам понимать, что бесконтрольный прием антибиотиков, он ведь только навредит. В дальнейшем это все равно аукнется в жизни, и к антибиотикам может возникнуть резистентность. И когда действительно понадобится применение, будет очень сложно подобрать эту терапию. Спасибо снова за развернутый ответ. Мне кажется, мы могли долго беседовать, потому что, наверное, все, что касается лекарств, лекарственного обеспечения, это темы насущные и важные для нас, потому что основная сфера нашей жизни – это здоровье. И этому мы уделяем большое внимание. К финалу нашей программы я бы хотела спросить вас, подводя итоги 2022 года, что бы вы могли выделить в сфере лекарственного обеспечения, и, может быть, даже были какие-то сложности, как удалось с ними справиться? Вы знаете, сказать, что сложностей не было, ну, это немножко даже слукавить. Конечно, они были. Прежде всего, с чем мы столкнулись в 2022 году – это логистика. То есть проблемы, которые возникли у нас с поставками, а точнее со сроками поставок, действительно были серьезными, но они были решены не нами, они были решены правительством. Логистика была восстановлена, но не до того уровня, который был раньше. То есть если мы раньше получали препараты в течение 5 дней, если нам это было необходимо, сейчас срок увеличился до 10, где-то до 14 дней. Но в целом мы, когда поняли, что есть такие сроки, мы просто действительно выставили наш план закупок, поставок таким образом, чтобы у нас не возникало пробелов на этапе поставки. То есть прогнозируя получение препарата в течение 2 недель, мы понимали, мы это закладывали в сроки получения препарата. Мы своевременно создали, я это называю брони, мы своевременно создали запасы, то есть отработали с заводами-производителями, чтобы для нашего края были сформированы запасы основных групп лекарственных препаратов для лечения основных нозеологий. То есть из года в год мы закупаем, это всегда инсулины, это всегда сахароснижающие таблицированные препараты, это препараты для лечения онкологических заболеваний. Большинство препаратов производятся на территории России. Это позволило нам действительно в этот сложный период выстоять, получить все необходимое и в нужные сроки. А если подводить итог, знаете, хочу сказать, что мы по итогу года, получив и дополнительное финансирование льготно-лекарственного обеспечения, мы его выровняли. Это позволило нам обеспечить пациентов, которые были выявлены с тяжелыми патологиями, к сожалению, с онкологией. Это позволило нам обеспечить пациентов в полном объеме. Мы смогли обеспечить деток системами непрерывного мониторирования, обеспечили пациентов с более такими дорогостоящими препаратами, таргетными, лечения онкологических заболеваний. Мы смогли закупить препараты, которые на территории России не зарегистрированы, но действительно нужны были нашим пациентам в качестве жизненоважной терапии. То есть, если подвести такую черту под 2022 годом, я бы сказала, что мы действительно справились и справились достойно. И это хороший такой, знаете, мотиватор для дальнейшего совершенствования, для того, чтобы двигаться вперед, улучшать. Когда мы поняли, что есть слабые стороны, мы, конечно же, их постарались ликвидировать, подстроиться, вовремя скорректировать, и в дальнейшем уже знаем, как нам двигаться, как работать, чтобы у нас все было стабильно, и чтобы наши пациенты все необходимо получали вовремя. Ольга Леонидовна, благодарим Вас за визит в нашу студию. Спасибо большое за такую насыщенную беседу. Желаем Вам успехов в реализации всех намеченных планов в 2023 году. И до новых встреч в студии «Актуального интервью». Спасибо. О лекарственном обеспечении, о том, как проходит мониторинг, наличие препаратов, что нужно, чтобы получать социальную помощь, рассказала Ольга Листова, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края. В студии была Кристина Алексеева. Вы смотрели «Актуальное интервью». Оставайтесь на своем, берегите здоровье и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова